Кривая линия с пафосным лысым 2020. Это лучшая снотворная! Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. И сегодня мы с вами поговорим о прямой линии президента России с народом. Сразу же оговорюсь, что я не хотел смотреть данный спектакль, который затянулся на 4,5 часа. Когда я начал его смотреть, мне просто захотелось уснуть. Ну, пришлось, так сказать, надо как-то прокомментировать слова президента. Вообще, очень много задавалось вопросов президенту. Ну, самые два главных вопроса, которые волновали россиян. Ну, так скажем, один навальнят, второй россиян. Навальнят волновал вопрос, кто отравил Навального. А россиян волновал вопрос, когда ты уже уйдешь. Вот данное действие. На ютубе освещали две телекомпании. Это Первый канал и НТВ. Вот, кстати, что про НТВ говорит известная певица Земфира. Творчество которой я уважаю. Ужасная телекомпания. Ужасная телекомпания. Ужасная телекомпания. Худшая телекомпания в стране. Вот, друзья, можете посмотреть. Компания НТВ. Четвертое место на вкладке в тренде. Миллион шестьдесят три тысячи просмотров. Но, все еще стоит соотношение количества лайков-дизлайков. 14 тысяч лайков, 24 тысячи дизлайков. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина 2020. Ну, Первый канал уже позаботился о том, чтобы не показывать соотношение лайков-дизлайков. 595 тысяч просмотров. И, как видите, уже количества лайков-дизлайков нет. Я не думал, конечно, что Путину зададут вопрос об отравлении Алексея Навального в прямом эфире. Но, тем не менее, это произошло. Но, как всегда, мы с вами не увидели и не услышали ответа на заданный вопрос. Он просто начал заниматься демагогией и, извините, ушел в совершенно другие дебри. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Воспользуюсь советом начинающего журналиста. Несколько... Некоторые времена назад вышло несколько интересных расследований. Например, про вашу дочь, бывшего зятя Шамалова, других, якобы, близких вам людей. На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления? И кто его отравил? Скажите, пожалуйста. Понятно. Значит, по поводу того, что вот эти вбросы имеют место, собственно говоря, ничего удивительного нет. Они всегда имели место и всегда будут иметь место. Это такое информационное противоборство происходит. Они и были раньше. Вспомните тяжелые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом. В каком виде тогда вашего покорного слугу представляли? И в международной прессе, да и, к сожалению, у нас в стране тоже. Там как только меня с какими клыками там не рисовали, я это все хорошо помню. Но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны. Все делаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то там с бугром. Это первая часть. Вторая часть касается, скажем, моих близких. Прочитать этот материал невозможно. Я его так полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается. Но там такая компиляция, все навалено в одну кучу, что я так до конца не дочитал. Но на что я хотел бы обратить внимание сразу. Там все время говорится «зять президент», «зять президент». В конце пишут, что все-таки бывший зять. Это первое. Хотя по ходу пьесы все время венчивает в сознание читателя, что это зять. Первое. Второе. Президент Путин запретил элитам иметь активы за границей. Ничего не запрещено элитам иметь активы за границей. Госслужащим запрещено иметь финансовые активы за границей. И правильно сделали. Ни счетов, ни каких других финансовых активов у госслужащих быть не должно. Значит, компания «Акратолия и Детвич» – это частная компания. Сто процентов нет ни одной акции государства. Дальше. Кто и как получил какие-то там акции в этой компании? Оказывается, компания опубликовала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу. Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента. И вот господин Шамалов, он так же, как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления. Они получили по другим правилам. Ничего такого с вами не объяснил. Но, наконец, на мой взгляд, самое главное. Самое главное в чем заключается. Вот сейчас только молодой журналист Шнуров спрашивал про наших хакеров. Чего написано вначале? Обратите внимание. Неизвестный аноним преследует непонятные нам цели, пишет там. А дальше, получается, всплывает уши этого анонима. Что имею в виду? Написано, что это примерно то же самое, что было в 2016 году, в то время, когда криминальные российские хакеры, связанные с российской военной разведкой, вскрыли электронную почту членов демократической партии в США. Ну вот вам, пожалуйста, этот аноним, мне кажется, понять, кто называл этих хакеров криминальными элементами, связанными с российской военной разведкой. Это Госдеп и спецслужбы США. Вот они и являются авторами, на самом деле. То есть, во всяком случае, по их заданию это сделано. Совершенно очевидная вещь. Это первое. Второе. Ссылка на то, что наши хакеры, как они считают, в 2016 году вмешивались в внутриполитическую жизнь в США, говорит о том, что и цель понятна этой публикации. Цель – это месть. И попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране с целью определенного вмешательства, конечно, в нашу внутриполитическую жизнь. Совершенно очевидная вещь для меня, точно совершенная. Мне кажется, что и для большинства читателей это тоже станет ясным. Если обратить внимание на те вещи, о которых я сейчас сказал. Но в этой связи вот что хотя бы подчеркнуть. Нужно руководствоваться, я уже хочу обратиться к заказчам таких материалов, не к тем, кто делал. Это ребята еще, они, я знаю, они в спецслужбах им задание дали, они это пишут. Нужно вот тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а нужно выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права. И тогда мы будем добиваться общих успехов на нужном для всех нас, на нужных для всех нас направлениях. Теперь, что касается пациента в Берлинской клинике. Я уже не говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Но я знаю, мне принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое и в первом, и в этом случае. Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать не свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб в США в данном случае. А если и это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Ну вот в этой же секунде. Есть одна вещь, на которую, ну так, в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение. А именно, этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом, для тех, кто это делает, таким образом подтянуться до определенного уровня и сказать, вот обратите внимание, мой партнер это вот этот. И я, значит, такого же калибра человек. Вот относитесь ко мне, как вот человек вот такого, общенационального масштаба. Это известная, во всем мире применяется этот трюк политической борьбы. Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться для того, чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране. И, в данном случае, наша. Вот я призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране, руководствоваться именно не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации. Предлагать позитивную повестку дня для того, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной. А их у нас много. Друзья, ну вы сами все слышали. Вот этот ответ мистера президента всея Руси на вопрос журналиста, это, по сути, квинтэссенция всего вот этого более чем четырехчасового спектакля. Сейчас есть информация, что Следственный комитет, прокуратура будут проверять весь интернет на наличие оскорблений президента Российской Федерации. В соответствии со статьей 319, если они найдут такое оскорбление, то нам грозит от, ну так скажем, до 40 тысяч рублей штрафа и исправительные работы до одного года. Поэтому я воздержусь от комментариев данного действия и вас прошу, если будете комментировать очень внимательно, без оскорблений, пишите ваши комментарии. Можете вообще не писать, просто поставить палец вверх, если вы согласны с моей позицией, либо палец вниз, если вы не согласны, если вы путинист, сторонник Владимира Путина. Ради Бога, ваше право. До свидания, с вами был Олег Бурылов, ваш голос правды.